Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел и сегодня мы будем читать 14 главу этой книги. Здесь следующие темы. Народ ропщит, гнев Господа и заступничество Моисея. Те, кто роптал, не войдут в землю обетованную. И следующая тема. Неудачная попытка вторгнуться в землю обетованную. И мы читаем с первого стиха. «И подняло всеобщество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея, и Аарона, все сыны Израилевы, и всеобщество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Вот этими словами последними. «Или умерли бы в пустыне сей, они сами вынесли себе приговор. И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли возвратиться в Египет?» Вот как раз дети их войдут в землю обетованную. Они не войдут. А жены разделят участь мужей, тоже погибнут. «И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет». То есть решили вернуться в Египет с повинной, потому что их запугали, что в земле обетованной, там великаны живут, сыны Инакова и Исполина есть, великорослые люди. «И пали Моисей и Арон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривающих землю, и разодрали одежды свои, но только двое – Иисус и Халев, сохраняли верность Моисею. «И сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. только против Господа не выставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достается нам на съеденье, то есть как пища. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их, как церковное песнопение, с нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь им». «И сказало все общество побить их камнями». То есть решили Моисея, Аарона побить камнями. «Но слава Господне явилась в облаке, в скине и собрании всем сынам Израилева. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его. Поражу его язвой, истреблю его, и произведу от тебя, то есть от Моисея, и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его». Но Моисей сказал Господу, «Услышат египтяне, из среды которых ты силой твоей вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь перед ними днем в столбе облачном, а ночью в столбе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он клялся, обещал ему, а потому и погубил его в пустыне». Вот здесь мы видим, что Моисей беспокоится о прославлении имени Всевышнего, чтобы не было поругания. Конечно, его боль и за весь еврейский народ. «И так, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив, многомилостив и истинный, прощающий беззаконие преступления и грехи». Это был момент, когда Бог раскрыл значение своего имени Господь. «И не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему, по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта и доселе». Моисей настаивает на том, что Бог не изменяем. Если от Египта и доселе он проявлял прощение, он может проявить прощение этот раз. Далее. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову Твоему, но жив я, и всегда живет имя мое, славы Господней полна земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали глаза моего, не увидят земли, которые, с клятвой, обещал отцам их». Их вина усиливается тем, что они видели чудеса и знамения Бога. «Только детям их, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслившим, им дам землю». Вот как раз, когда сорок лет пройдет, эти младенцы вырастут. «А все раздражавшие меня не увидят ее, но раба моего, халифа, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее. Амалекитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю». То есть как бы назад. «И сказал Господь Моисею, и Аарону говорят, доколе злому обществу сему роптать на меня, ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу, скажи им, живу я, – говорит Господь, – как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемлю руку мою, клялся, поселите вас, кроме Халифа, Халифа сына Иефанинина, Иисуса сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше. То есть здесь прямо мы видим, что сыны будут страдать за грех родителей, сорок лет ходить по пустыне за блудодейство ваше. А какое блудодейство? Имеется в виду блудодейство ума. А блудодейство называется переменчивость ума. Когда сначала так, потом иначе. Доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. Интересный текст. Погибнуть могут только тела. А по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, чтобы вы познали, что значит быть оставленным мною. «Я Господь говорю и так и сделаю со всем злым обществом, восставшим против меня в пустыне сей. Все они погибнут и перемрут». Вот это приговор год за день наказания. И те, которых послал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутились и возмутили против него все общество, распуская худую молву о земле, сие, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин и Халев, сын Ифонина остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И что происходит потом? Народ решил исправиться, пойти в землю обетованную, не трусить. Но Бог уже вынес свой приговор. «И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился, и, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». То есть теперь пойдем воевать. А приговор уже вынесен. Моисей сказал, «Для чего вы приступаете по велению Господне? Уже есть приговор. Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо Амаликитяне и Хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Но они дерзнули подняться на вершину горы, то есть гордыню проявили, «Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стада. И сошли Амаликитяне и Хананеане, жившие на горе той, и разбили их, и гнали их до хормы, и возвратились в стад». Итак, мы поняли, что поколение, выросшее в рабстве, не способно завоевать землю обетованную и обречено кончить жизнь в пустыне. Как и поколение, выросшее при гос-атеизме, не способно познать Бога зачастую, и они умирают в пустыне нигилизма, безбожия и неверия. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем изучать 15 главу этой книги. Субтитры создавал DimaTorzok